29 мая в лесных полянах жители принимала Элеонора Чистякова. Встречу с горожанами глава Тарасовского провела в административном здании. Первый вопрос связан со строительством. Зинаида Герасимова многодетная мать. Женщина хочет улучшить жилищные условия. Главе она пришла за разъяснением, как получить разрешение на возведение пристройки к муниципальному жилью. Елеонора Чистякова объяснила, что решить вопрос можно через приватизацию. Для этого в собственность нужно оформить часть жилья и земельный участок. Это все равно пойдет, скорее всего, через МВК, но вы обращаетесь сначала к нам, к собственнику. Почему? Потому что для того, чтобы получить разрешение на строительство, еще нужно, как правило, это обязательно нужно приватизации. Во время приема жители интересовали в основном коммунальные вопросы – проблемового замусора, в частности крупногабаритного, а также его несанкционированный сброс. С вопросом о начислении платы за обслуживание газового оборудования главе поселения обратились сразу две жительницы. Они уверяют, что им выставили задвоенный платеж. Есть заявление, есть договор, есть оплата. Я оплатила 800 рублей уже. Почему вы с меня берете второй раз? Нет, вы сначала оплатите, потом приедьте, напишите еще заявление. Возможно, мы потом в конце квартала вам вернем эти деньги. Во время приема Елеонора Чистякова детально разобрала каждое обращение и проблему жителей. Подробно разъяснила, как действовать в той или иной ситуации. Бывает, если, знаете, так, то выписку надо сделать срочно, там с ребенком что-то связано. Ну, конечно, мы идем иногда так вот навстречу, потому что, ну, всякие обстоятельства, это же жизнь. А в основном, конечно, все через МФЦ. Но есть такие, конечно, вопросы, ну, например, общественного значения. Люди переживают за то, да, в каких они условиях проживают. Вот. Поэтому обращаются, чтобы им разъяснили. Решение вопросов, поднятых на встрече, глава Тарасовского взяла на личный контроль. Подобные приемы граждан проводятся еженедельно. Инга Лапикова, Константин Кузнецов, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.